МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Передача приемника для безнадзорных животных Кстовскому госветуправлению вызвала много вопросов у горожан. Недавний визит руководителя Кстовского учреждения ситуацию не прояснил. Не исключено, что в результате этой передачи в город начнут привозить собак со всей округи, отловленных по программе ОСВВ. Для наших же животных места не останется. Волонтеры приемника, которые уже много лет помогают безнадзорным собакам и кошкам, обеспокоены этой ситуацией. Внимание тех, кто сочувствует бездомным собакам и кошкам, сегодня приковано к приемнику для безнадзорных животных. С конца лета его передают в видение госветуправления. Чиновники обещали, что в приемник вложат большие деньги, преобразуют его в приют, и все здесь будет прекрасно. Однако, возможно, на деле это далеко не так. 24 сентября в группе приемника появился пост, где волонтеры рассказали о визите будущего начальника приемника Юрия Бакаева, руководителя госветуправления Кстовского района. Добровольцы зато верный друг пытались выяснить дальнейшие перспективы приемника и животных, которые там находятся. Из плюсов – приемники со дня на день должны начать делать ремонт. После этого приемнику присвоят статус приюта. Но на этом положительные стороны заканчиваются. С другой стороны, он сказал, что здесь будет осуществляться только программа ОСВВ, то есть отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. По программе ОСВВ животные содержатся в приюте 20 дней. За эти 20 дней их стерилизуют, прививают от бешенства и выпускают. При этом, со слов волонтеров, Юрий Бакаев заявил, что щенков и котят принимать не будут. Напомним, сейчас большая масса подопечных приемников – это именно щенки и котята, которых либо ловят на улице, либо приносят горожане. Здесь бывшие домашние животные и те, кто родился на улице, находятся под опекой волонтеров, которые их кормят и пытаются найти хозяев. Куда щенков и котят девать после передачи приемника – непонятно. Я сказал, что можете относить их в госветуправление Сарова, там снимать для них клетки по коммерческим ценам. Мы – некоммерческая организация. У нас единственный доход – это пожертвования неравнодушных горожан. Этих пожертвований едва хватает, чтобы содержать животных на корма медикаменты. И арендовать клетки по коммерческим ценам мы просто не в состоянии. Тем более, что у нас на руках единовременно до 80-100 животных. Он сказал, что волонтеров быть не должно. Вот этого безобразия, он сказал, не будет. И приема от населения животных тоже не будет, будет только отлов. Также на встрече Бакаева с волонтерами речь шла о том, что в Сарово будут свозить животных со всей округи. Выпускать их после стерилизации обещают там же, где и поймали. А это дополнительные расходы на трансфер, например. Обеспокоенные этой ситуацией волонтеры отправили письмо главе города Александру Тихнову. Пока пришел ответ только от администрации. На месте приемника по заверениям чиновников создадут приют, где будут жить те животные, которых нельзя вернуть на улицу. Ввоз отловленных за пределами города животных пока на этом этапе не планируется. Наша редакция отправила запрос на имя Михаила Курюмова, председателя комитета ветеринарии Нижегородской области. Мы вернемся к теме передачи приемника в ближайших выпусках новостей после того, как получим ответ. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Министерство промышленности и предпринимательства Нижегородской области увеличивает количество ежедневных проверок, соблюдение перчаточно-масочного режима в магазинах и кафе. Эта мера связана с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. Заместитель губернатора Андрей Саносян сообщил, что главная задача на ближайшие недели – не допустить повторного закрытия бизнеса. Возможно, не все понимают, насколько губительный для компании даже небольшой простой, а полное прекращение деятельности на месяц или дольше вводит предприятия, особенно не высокомаржинальный бизнес, в состояние борьбы за выживание. 12 октября состоялось онлайн-совещание с участием министра промышленности и предпринимательства Максима Черкасова и предпринимателей области, на котором обсудили усиление мер безопасности в организациях в соответствии с новым указом губернатора. Обязательно перевести на удаленку людей старше 65 лет, беременных женщин и сотрудников с хроническими заболеваниями. По возможности создать условия для дистанционной работы для офисных работников. Отчет по переводу сотрудников на удаленный режим работы необходимо разместить на портале lndfiscar.ru до 15 октября. За последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса. В Нижегородской области зафиксировано еще 274 зараженных COVID-19. В связи с большим количеством обращений в медицинские учреждения Сарова с симптомами ОРВИ горожанам обратилась заведующая второй поликлиника Ирина Макарова. Она разъяснила, как протекают острые респираторные заболевания, в каких случаях надо вызвать врача на дом, объяснила порядок проведения анализов на коронавирус. При первом визите медицинский работник оценивает состояние пациента. Он видит, насколько тяжесть заболевания позволяет либо оставить пациента дома под амбулаторное наблюдение, либо требует немедленной госпитализации. Ваша задача – помогать медицинским работникам следить за течением заболевания. В Сарове за последние сутки зарегистрировали 10 больных. COVID-19, 22 человека выздоровели. Нижегородцы смогут бесплатно повысить квалификацию по одному из 22 направлений цифровой экономики. Прием заявок стартует 15 октября на сайте цифровойсертификат.рф. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе, заполнить заявку, предложить документы и пройти онлайн-диагностику. Обучение будет проходить в дистанционном формате. Другая важная информация – в подборке коротких новостей. Росаккредитация открыла цифровую платформу для проверки товаров. На лендинг-странице в любое время можно легко проверить, соответствует ли приобретаемый товар стандартам безопасности. Ознакомиться с пошаговой инструкцией проверки сертификата и декларацией с помощью реестров Росаккредитации. Для проверки качества товаров рекомендуют использовать следующий алгоритм действий. Запросить у продавца сертификат или декларацию, навести на расположенный на нем QR-код камеру мобильного устройства, что моментально позволит перейти в реестр и получить информацию о товаре. Нижегородская область вошла в семерку регионов страны лучших по реформированию системы обращения с отходами. Лидеров и аутсайдеров по исполнению экологической реформы назвал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на онлайн-заседании Комитета Госдумы по экологии и окружающей среды. В список регионов-лидеров, кроме Нижегородской области, вошли Москва, Республики Татарстан и Мордовия, Тюменская, Ивановская и Саратовская области. Рособраннадзор опубликовал проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. Экзамены планируют провести в три этапа. Досрочный с 22 марта по 16 апреля, основной с 24 мая по 1 июля и дополнительный с 3 по 17 сентября. В досрочный период и резервные сроки ЕГЭ будут сдавать выпускники прошлых лет, а школьники, заканчивающие школу в 2021 году, в основной этап. ОГЭ для выпускников девятых классов также планируют провести в три этапа. Досрочный с 20 апреля по 14 мая, основной с 21 мая по 1 июля и дополнительный с 3 по 22 сентября. Учитель школы-интерната номер 9 Татьяна Комарова стала призером 11-го всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2020». Конкурс проводится в два этапа. Областные проходили с марта по сентябрь. Всероссийский финальный этап планируют провести в ноябре 2020 года в Сыктывкаре. Подробности в следующем репортаже. Чем отличается еля сосны? Почему осенью желтеют листья? Как ухаживать за деревьями, чтобы они долго росли? В рамках уроков здоровья с учениками младших классов Татьяна Комарова реализует несколько проектов, в том числе и экологической направленности. Один из них – «Царство зеленых великанов», где ребята знакомятся с флорой родного края, а еще изучают птиц. Был реализован также проект «Пернатые гости нашего сада». Мы познакомились с птицами, которые прилетают в наш сад, научились их правильно кормить и ухаживать за ними. Уроки здоровья проходят один раз в неделю по специальной программе, которая разработана сотрудниками кафедры здоровья и сбережения Нижегородского института развития и образования. Татьяна тесно с ними сотрудничает более 10 лет. За это время были реализованы различные проекты, созданы инновационные площадки и сетевые акции, в рамках которых происходило знакомство с другими коррекционными школами области. Проект одного из занятий этой программы «Дыхание и жизнь» Татьяна отправила на 11-й всероссийский конкурс «Учитель здоровья России-2020». Занятие сложное. Если деревья можно посмотреть, пощупать, цветы опять можно посмотреть, на птиц можно посмотреть. А что такое воздух? Ребенку задают, а что такое воздух? А кто в воздухе живет? Пусть это сказочное, но представить, что там кто-то есть, и что там еще есть микробы, вирусы, и там еще пыль, и кислород, и вода. Согласите, для ребят это сложно. Но Татьяна решила не отказываться от идеи, тем более, что в связи с пандемией тема стала актуальной. По итогам регионального этапа Татьяна Комарова стала призером конкурса. А это значит, что надо продолжать работу в этом направлении. Совершенствовать методику подачи материала, чтобы детям было легче усвоить сложную тему. Все эта работа направлена на то, чтобы разработать программу именно для наших ребят, именно для детей с ОВЗ. Вот наше сотрудничество должно прийти к этому финалу. Взаимодействие по программе включает не только разработку занятий и участие в конкурсах, но и анализ, диагностику. В этом году планируется совместное мероприятие с учителями коррекционных школ региона по обмену опытом. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Уроками здоровья предложил заменить предмет ОБЖ заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Агуль. По его словам, на уроках здоровья школьников могли бы учить правилам питания, гигиены и первой добрачебной помощи. Предмет ОБЖ, по мнению парламентария, уже себя исчерпал. В официальных группах Канал-16 в социальных сетях мы спросили горожан, поддерживают ли они такую инициативу. Мнения, согласно с этой идеей, и тех, кто не считает предложение депутата Госдумы разумным, разделились практически поровну. 1-4 в пользу гостей. В очередном домашнем матче чемпионата Нижегородской области по футболу клуб Саров потерпел поражение от Борского Спартака. По результатам игры этого сезона наша команда занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы. В чем причина неудачи Саровчан, выясняла наша съемочная группа. Первый тайм со счетом 1-1 и пропущенные три мяча во втором периоде. Очередной домашний матч, который футбольный клуб Саров провел с командой «Спартак» и «Сбора», не преподнес болельщикам приятных сюрпризов. Итог 1-4 для нашей команды практически закономерен. Сейчас Саров находится на предпоследней строчке турнирной таблицы, и шансов пробиться выше все меньше. Сказываются трудности с финансированием, о которых мы неоднократно рассказывали. К тому же команду подкосил уход главного тренера. Алексей Степанюк после пары игр перешел в пешиланский «Шахтер». Строилась команда, я думаю, вокруг этого тренера. И как бы все возлагали надежду на него, что он содержать будет наш коллектив. Но получилось, как получилось, и мы продолжаем играть дальше. Когда это происходит в середине сезона, в любом случае для команды это потрясение, а главный тренер. Ну, стараемся, перебарываем эту ситуацию и движемся дальше. В той ситуации, которая сложилась сейчас, никаких перспектив для себя команда не видит. В чемпионате области играют сильные команды, которые живут футболом. На их содержание тратят деньги, нанимают легионеров и профессиональных тренеров. Это обходится в несколько миллионов рублей. Для сравнения, в этом году Сарову выделили 500 тысяч. Сейчас меняется администрация. Надеемся, что будут люди, которые будут заинтересованы в развитии какого-либо вида спорта, может быть, даже футбола. Я очень надеюсь, что это будут болеть этим. Соответственно, нужно будет менять не только отношение к команде, но и отношение к детскому спорту, поскольку это основной, скажем, прирост футболистов в команде. Можно закрыть на данный момент футболистами, которые приглашены, деньгами залить. Но я думаю, что это неправильный путь. И по такому не нужно двигаться. Нужно стараться воспитывать своих. Сейчас в составе Сарова есть лишь пара игроков, которые уже несколько лет выходят на поле. Но и они не профессиональные спортсмены. В основном наша команда сегодня состоит из молодежи, для кого футбол – это хобби. Много ошибок в передачах, много брака, которые скадываются на том, что приходится больше бегать, отнимать. Ну и все это идет нарастающе. Да, и поэтому просто зачастую ребят не хватает на все 90 минут. И ноги сводят, травмы получают. О трудности, которые испытывает Саровская команда, знают и в области. Как считает тренер Борского «Спартака», а эта команда – один из лидеров чемпионата, без поддержки административного ресурса Саров вряд ли сможет добиться хоть каких-то успехов. Я просто вижу ситуацию, что Безруков, Сергей Игоревич, он шел вперед, хотел, стремился, как бы росли. Но, видимо, не поддержали его. А ведь в любом деле, в любом деле нужна поддержка. А поддержка какая? Финансирование. А от финансирования уже идет поддержка молодежи. Молодежь будет расти, развиваться, соответственно, как бы будет результат. Я не знаю, какой курс взяла команда Саров. Не могу сказать, но вижу, что по крайней мере 3-4 года было лучше. Впереди у Сарова матч с пешиланским «Шахтером». Он пройдет в среду, 14 октября. Сам чемпионат Нижегородской области продлится до 29 ноября. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин